От ярких красок перехватывает дыхание, когда понимаешь, что снято это более ста лет назад. Самарканд, Бухара, Туркмения и, конечно, вся необъятная Россия. Цветной фотографией «Царская держава» обязаны Сергею Прокудину Горскому. Его фотографии в настоящее время являются практически очень исторически ценны для историков и реставраторов, потому что на основании этих фотографий они могут воссоздать облик дореволюционной России. Вологодские пильщики, обед на Покосе и великий Лев Толстой в день своего 80-летия. Отец цветной фотографии Прокудин Горский каждый снимок превращал в шедевр. После краха Российской империи он уехал в эмиграцию и умер вдали от родины в 44-м году. Его работы стали достоянием библиотеки Конгресса США. Оцифровали уникальные снимки уже в наши дни. Каждая пуговица на одежде, узор и вышивка на национальных костюмах видны, как будто это снято на современную профессиональную камеру. Здесь я вижу душу фотографии, душу фотографа, потому что они сделаны руками в первую очередь. Цифровая фотография, она сделана математикой. Здесь есть разница большая. Фотографии это делалось через три разных светофильтра. Красный, синий, зеленый. Подобрать правильные химические элементы, температуру, выдержку обработки. Честно говоря, даже не знала, что до революции у нас была цветная съемка. Это же история, история хотя бы того, что он заснял всю нашу Россию, все ее уголки. На выставке прокуден горсткий тип и России и старинная фототехника. Раньше процесс создания снимка мог занять несколько дней. Стоило это дорого, а фотографы были чуть ли не самыми богатыми людьми. Но такой фотоаппарат снимали еще в середине прошлого века. В карман его, конечно, не положишь. Кадр выстраивали вручную с помощью вот таких механизмов. Это, например, высота. Одновременно с этой существовала и вот такая техника. Она помещалась даже в спичечный коробок. Это уникальные шпионские камеры, одна из которых вполне могла быть у знаменитого Штирлица. Полюбоваться России столетней давности жители смогут до 16 ноября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.